В нашей жизни бывают такие ситуации, когда сам себе не поможешь. Например, вы упали, подвернули ногу, да еще и заблудились. И тогда на выручку приходят супергерои совсем не из кино – спасатели МЧС. Позвать их на помощь можно, набрав короткий номер 112. Алло, здравствуйте. Служба спасения? В общем, я решила покататься на лыжах и начала свой путь с Блюхера или с Чудиного, не помню название улицы. Я прошла железнодорожные пути и пошла вроде как налево. И дальше я попала во враг и упала в него. У меня, кажется, с ногой что-то не так. Помогите мне, пожалуйста. Да, 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 я на лыжах была. Спасибо. Как вы уже поняли, подобная ситуация как раз приключилась и со мной. Позвонив в службу спасения, ждать долго не пришлось. Помощь подоспела быстро, минут через 15. Нашедшие меня спасатели использовали альпинистское оборудование, так как провалилась я в достаточно глубокий овраг, по которому самостоятельно не вскарабкаешься. Помоги, Ишанн. Так, аккуратно. Ребята зафиксировали мою поврежденную ногу шиной, надели на голову шлем и обезопасили шею. Затем общими усилиями и благодаря слаженной работе спасателей, носилки, за которые меня в прямом смысле привязали, доставили в больницу. И раз. Так, кореги аккуратнее, давай. И раз. 27 декабря этих мужественных и отважных людей поздравляют с профессиональным праздником. За 2019 год сотрудники поисково-спасательного отряда Уфы совершили порядка 2300 выездов. Спасли больше 400 человек. Один из героев Тимур Зинатулин, который за пять лет работы в уфимском отряде успел совершить немало подвигов. В детстве мужчина совсем не мечтал об этой профессии. В детстве, наверное, я как каждый ребенок мечтал стать космонавтом. Но как сходил в армию, у меня это зрение поменялось, как бы и пришел в спасательную структуру. Решил, что спасать людей – это мое призвание. Ну, я повзрослел просто. Я понял, что космонавтов достаточно в нашем мире, а спасателей не так много. Начало карьеры Тимура не было легким. Ему сходу пришлось проявлять себя. 2015 год – лето. Получается, там дом был, и работали монтажники. Фасадчики люди работали, они на люльке, которая поднимается вдоль дома. Вот, и там на одном из моторов, где вот, на, тормозная система, так скажем, не сломалась, и эта люлька с восьмого этажа накренилась, и четверо людей выпали из нее. Один, одному, конечно, повезло, он успел запрыгнуть в дом. Ну, на балкон, получается, руками зацепился, а трое, к сожалению, погибли. То есть мы пришли уже, ну, обеспечили страховку, чтобы она дальше не упала, и как бы, вот так. Какие ощущения были при этом? У меня не было никаких ощущений, работал с холодной головой. Я так скажу, что спасатель, он должен относиться к этому холоднокровно. То есть он не должен, там, думать о том, какой будет спасатель, у него начнется паник у самого. Видишь, работаешь, делаешь просто, без задних мыслей ты идешь, и твоя работа, как бы, ну, в то же время надо думать о своей безопасности. Тимур говорит, что профессия спасателя довольно востребована среди молодежи, но многие из новобранцев не выдерживают суровой реальности. Новички приходят к нам постоянно, то есть мы их видим, мы на дежурстве же находимся. Но когда им начинают говорить, что вот, там, не будет, как в фильме, там, не будешь ты выносить, там, девушку голую из горячего здания, а когда ты будешь видеть, там, трупы, кровь, грязи много, там, как мы работаем, потому что везде мы не едем, вот, допустим, достать труп с коллектора, а там, может быть, там, только одни кости собрать их в пакет и передать полиции. И люди, как бы, понимают, что они не смогут так работать. Ну, разворачиваются и уходят. Летом спасатели дежурят на водоемах. В этом году Тимур стоял на страже зоны отдыха «Водопад», который находится в микрорайоне Инорс. Услышав крики маленькой девочки о том, что кто-то тонет, мужчина бросился в воду и вместе с общественным спасателем достался одно тело 14-летнего мальчика. Парень находился в состоянии клинической смерти, без признаков жизни. То есть у него отсутствовало дыхание, пульс отсутствовал. Я незамедлительно приступил к сердечно-нёгочной реанимации. Спасатель, общественник мне помогал. Ну, и вызвали параллельную скорую еще. Вот пока скорая ехала, около пяти минут мы его качали, ну, завели. Я посмотрел, у него появилось как бы дыхание, он захрипел, пульс появился, сердце забилось. Тут к этому времени уже скорая помощь приехала, они сделали ЭКГ, посмотрели, что парень жив. Мы быстро его транспортировали в бригад скорой медпомощи, и парня отправили. Не помню в какой больнице, но забрали, короче, передали скорой помощи. Пришел в чувство, пришел в сознание, ну и все, и вот как бы для меня это, ну, хороший плюс, то, что как бы спал, спас парня и дал ему вторую жизнь, так скажем. Оберегая жизни других людей, каждый спасатель должен заботиться в первую очередь и о своей безопасности. В частности, это касается и боевой экипировки. Состоит она из множества элементов. У нас часто бывает в городе, так как город большой, аварийно-транспортные происшествия, и вот когда спасатель выезжает на ДТП, он надевает каску, боевку, боевую одежду пожарную, чтобы не пораниться, чтобы была защита кожных покровов. Здесь находится у нас гидравлика, ГАСИ, гидравлический аварийно-спасательный инструмент для работы на ДТП. Здесь у нас есть малый домкрат, средний домкрат, большой домкрат и универсал. Он может сжимать, разжимать и перекусывать еще. Любая мама волнуется за своего ребенка, даже мама-спасателя. Да, да, у меня мама постоянно там, что пора менять что-то в этой жизни, пора менять профессию. Я говорю, нет, нормально все. Работаем дальше. Спасатель напомнил о том, что нужно заботиться о своем здоровье и не злоупотреблять алкоголем, потому что зачастую поисково-спасательный отряд едет на выручку к нетрезвым людям. Я считаю, что причиной всех проблем это пьянки. Это я считаю 100%. Потому что по пьяни всегда происходят убийства, необдуманные действия какие-то происходят. ДТП возьмем, это в основном по пьяни. Люди не понимают просто, что они делают. У Тимура есть мечта. Молодой человек в новом году хочет найти любовь и создать крепкую семью. Найти девушку нормальную, чтобы она не гуляла, по клубам не ходила, не курящая там была. Ну и семью. Пока вот такие цели у меня наперед в этой жизни. А там как пойдет. Об опасностях, поджидающих на работе, своим родным спасатели никогда не рассказывают. Они говорят о забавном и добром, о спасенных животных, ложных тревогах и редких благодарностях. Ведь даже дома они спасатели и не забывают о своем главном принципе оберегать людей любой ценой. И особенно тех, кто ждет их дома после суток. Эльна Рахасанова, Руслан Габидулин, Сергей Емаев, городской телеканал ЮТВ.